С 31 октября по 3 ноября включительно в Сибирском федеральном университете проходят осенние дни открытых дверей. Старшеклассники и их родители смогут познакомиться с программой университета и понять, какие из направлений им будут интересны в дальнейшем. О том, какие вопросы чаще всего задают будущие абитуриенты и что волнует их родителей, поговорим с нашим гостем, заместителем проректора по учебной работе СВУ Андреем Лученковым. Доброе утро! Доброе утро! Рад вас приветствовать на нашей студии. И, собственно, давайте делитесь с нами информацией, как прошло всё. И, в принципе, было направлено сие мероприятия на 10-11 классы? Или же... Мы традиционно приглашаем практически всех школьников. Но в основном, начиная с 7 класса, ну и главный фокус, конечно, это старшие классы. Но мы давно приглашаем уже и рассчитываем наши программы на то, что школьники будут чуть более ранних возрастов. Начиная, я говорю, класса с 7. Понятно, что специально мы выбираем каникулярное время, чтобы школьники не были заняты и задействованы в учебном процессе. И вчера действительно произошло открытие. Это было, ну, что называется, только начало наших дней открытых дверей. Мы в УЗ очень большой, располагаемся на разных площадках, чтобы всё посмотреть, разнесли это по времени. Вчера было около полутора тысяч школьников, плюс ещё родители, плюс ещё педагоги, которые иногда сопровождали школьников. Вечером мы проводили родительское собрание. Оно не совсем обязательное, но тоже для многих родителей, которые пытаются узнать информацию, для того, чтобы правильно советовать школьникам, к нам приходят. И у нас вчера было около ста человек родителей даже, что достаточно большой показатель. Мы второй раз проводим, и количество, скажем так, утроилось. Даже утроилось. Да, да. Ну, надеемся, эту форму будем развивать для, так скажем, любопытных в хорошем смысле родителей. Также в течение ближайших трёх дней, сегодня, завтра и послезавтра, по программе, которая, кстати, есть на нашем сайте, мы будем открываться разными площадками. То есть мероприятия основные, они раскиданы по Владимирскому региону? Разкиданы, да. То есть вот, ну, площадкой мы называем скопление, так скажем, концентрацию каких-то наших зданий, институтов. Так, площадка, которая находится в Студгородке, открывается сегодня. Площадка торгово-экономического института. Завтра открывается площадка, которая находится на правом берегу. Это институт цветных металлов, горного дела. И юридический институт. И послезавтра, то есть 3 ноября, будет открываться ещё раз, ну, вот у нас всё было на главной площадке, на горе, ну, теперь площадка, которая называется, там, четвёртый институт нефти и газа, и, там, значит, расположенная в этой части института. А каким образом вы помогаете школьникам погрузиться вот в эту студенческую атмосферу, ощутить себя уже, может быть, студентами, почувствовать всё это? Вы знаете, задача, чтобы они совсем почувствовали себя студентами, даже если мы поставим, я думаю, за один день нельзя. Скорее, наша задача показать возможности, да, возможности, которые мы предоставляем студентам. Вы были студентами, понимаете, что никакой школьник за один день это прочувствовать не может. Ну, показать, по крайней мере, ну, некоторые, как это, возможности, рассказать про наших выпускников, где они работают, как они учились. Показать также вот студентов, с каким задором они всё это делают, чтобы это, конечно, заманчиво было, чтобы это всё было как в приглядном виде, но вопросы, которые задают, мы стараемся предельно честно отвечать. И, что самое главное, даём возможность задавать их не только взрослым, не только преподавателям, но и задавать их студентам, которые им отвечают, так скажем, более честно. Тогда скажите предельно честно, на каком сайте можно посмотреть программу, дабы у тебя люди, которые заинтересовались? Ну, наш сайт, Сибирский федеральный университет, вам удаст любой поисковик, sfu-cras.ru. Всё, вперёд за обучением! Да, всю информацию можете посмотреть на сайте, а я ещё раз представлю нашего гостя, Андрея Лученков, заместитель проректора по учебной работе СФУ. Спасибо большое вам за утренний визит, пожелаем огромного количества студентов, и потом, чтобы действительно это дало свои плоды. Ну, в смысле, не студентов, а потенциальных студентов, так, наверное, правильно будет сказать. Спасибо. Чтобы дало свои плоды в обучении и потом для нашего края.